Полундра ребята, добро пожаловать на канал пираты губной гармошки. Сегодня мы слушаем и разбираем композиции из музыкального альбома Infinity Years проекта Max Navel. Max Navel это мой сольный проект Альянса пираты губной гармошки, он же пират фото гармоника. Но прежде чем мы начнем немного о самом альбоме. Самый популярный вопрос этого года где же вы были 8 лет? В 2014 году я написал свою первую песню, первую композицию. Да, музыка была и до этого, но целенаправленно это пожалуй первая композиция, которая была написана. О ней же мы сегодня позже поговорим. Она называется «Километры истоптанных луж». В итоге я решил использовать эту концепцию 8 лет для альбома. В 8 лет по сути сочинялась музыка. 8 треков вошли в альбом. Цифра 8 похожа на знак бесконечности. Отсюда название альбома «Infinity years». Она же фигурирует и в самом наименовании. К тому же символ бесконечности много чего означает. Он нашел свое отражение на обложке альбома, как и цифра 8. Вместе они образуют крест, символ надежды, символ некого пути. Ну, как знаете, нести свой крест. Этот альбом, он очень важен для меня. Он долго записывался, долго сочинялся. Поэтому он очень многогранный. В нем можно услышать такие жанры, как фолк, джаз, рок, металл, электроника. Этот альбом имеет много смысла. Вообще, слоган альбома звучит так. 8 лет, 8 треков и бесконечность жанров и событий. Каждая песня – это событие для меня. И по мере разбора я буду рассказывать, что это за события. Единственное, призываю вас послушать этот альбом на всевозможных площадках. Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify, YouTube Music и так далее. Все ссылки будут в описании. Также мы будем разбирать не только губную гармошку, хотя основное внимание посвятимым ей. Также коснемся и гитары, и аранжировки, и гармонии. Поэтому, если вам интересна только гармошка, то вы можете подписаться на наш телеграм-канал, где я разбираю гармошечные партии. Можно что-то подчеркнуть для себя, какие-то фразы, какие-то приемы на гармошке. Не только поэтому. Подписывайтесь на YouTube-канал, естественно, и подписывайтесь на телеграм-канал. К тому же, там выходит еженедельная рубрика обзоров музыкальных альбомов с губной гармошкой. Это тоже очень интересно. А мы прежде чем начать, давайте еще немного поговорим про обложку альбома. Также еще интересен цвет. Дело в том, что этот серый цвет, он появился при смешении трех других цветов. Красного, зеленого и синего. Дело в том, что до выхода альбома последовательно вышло три сингла. На каждом сингле был изображен определенный персонаж. Причем, если присмотреться, то видно, что с каждым новым синглом все меньше деталей становится на персонажа. То есть он как бы исчезает. И в конце остается только фон, который стал обложкой. Плюс все цвета последовательно в равной пропорции наложились на друг друга. Ну а мы наконец-то приступаем к разбору альбома. Начнем с композиции Empty Battle. Пару слов про саму композицию. Затем мы ее целиком слушаем. И далее мы ее слушаем по кусочкам. В каждом кусочке я отмечаю какие-то моменты интересные. Рассказываю, как они появились, и мы переходим дальше к следующей композиции. Итак, композиция Empty Battle – это интро альбома. Вообще, говоря о структуре, то вы можете, конечно, слушать альбом как угодно. Но я предлагаю следующую схему. Альбом состоит из двух частей и бонус трека. Последний восьмой трек – это бонус трек. Он сильнее всего отличается от остальных. В нем нет гармошки. Это единственный трек без трубной гармошки. Первый трек – это, как я уже сказал, интро. Затем идет две песни. Это первая часть альбома, которую можно назвать светлая. Светлая, потому что она преимущественно мажорная. Дальше идет интерлюдия, которая разделяет альбом пополам. И идет темная часть альбома, более депрессивная и минорная. Поэтому предлагаю относиться так. Есть семь треков и восьмой бонус трек. Эти семь треков включают в себя интро, первый трек, четвертый трек – интерлюдия и седьмой трек – аутро. Между ними это все песни. Empty Battle – инструментальный трек. И инструментальный трек он не просто так, поскольку затрагивает тему, достаточно актуальную сейчас. По названию можно предположить, какую именно. и об этой теме не особо принято, скажем так, говорить вслух. Поэтому треки, которые затрагивают так или иначе вот эту животрепещущую тему, они инструментальны, они без слов, без вокала. Что ж, давайте теперь разбирать этот трек. Слушаем полностью и потом уже разбираем по частям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая композиция. Именно она была выбрана как интро по нескольким причинам. Во-первых, композиция достаточно быстрая и динамичная, что очень хорошо для интро, я считаю. Мне хотелось сразу же привлечь внимание слушателя. Также данный трек – это первая композиция проекта Max Naval, которая была записана целиком и полностью в том формате, в котором Max Naval сейчас существует. А именно то, что вы сейчас видели. Гитара и губная гармошка. Да, здесь есть перкуссия, много других гармошек, но фактически сейчас это гитара и губная гармошка. В прошлом проект был другим. Он одно время был песенным, потом он был еще каким-то. В общем, со временем видоизменялся. Но вот именно первый трек в том формате, который вы сейчас видели, это как раз-таки Empty Battle. С другой стороны, он же последний трек записан, именно записан на студии для данного альбома. Присутствует некая инверсия в плане записи. Если восьмой трек был записан первым, то этот трек был записан в 2022 году последним. Но хронологически в альбоме он является интро. Плюс этот трек очень важен для меня, потому что я целиком и полностью сочинил его сам. И композиция, и партии, и много гармошки, и мелодики, и аранжировка. Это все я сделал сам. И он, можно сказать, олицетворяет мой нынешний уровень композитора, мой нынешний уровень аранжировщика. Ну, теперь давайте слушать его по частям и разбирать, что же в нем такого есть интересного. Трек написан в мажоро-минорной тональности. На куплетах я буду, чтобы было понятно, использовать именно песенную структуру, куплеты, припевы, бриджи и так далее. На куплетах используется ля минор. Размер три четверти. Размер постоянный на протяжении всей композиции. Причем это единственная композиция на альбоме в размере три четверти. Начинается трек с гумной гармошки. Сыгран он на гумной гармонике HONOR SPECIAL 20 в настройке PADI RICHTER в ключе DO. PADI RICHTER отличается от стандартной настройки, от настройки RICHTER одной нотой. Это нота на третьем отверстии, на выдох, на тон выше, чем в стандартном строе. То есть, если в стандартном строе это у нас нота соль первой октавы, то здесь это нота ля первой октавы. И у нас идет такая диатоническая партия по три ноты вверх. Первую половину квадрата и вторую половину квадрата. Она возвращается вниз в начало. Мелодия начинается с затакта. Затакт идет в третью долю. Напоминает некий фоковый мотив. И тем это интересно, что гитара такая роковая, может быть даже метальная, играет следующую партию. По сути, вот на этом и на этом, на этих двух фразах и построена вся композиция. Здесь есть фишка в виде прохода вверх-вниз по грифу по мертвым нотам. В целом, партия гитары достаточно прямая. Играется она 16-ми, в то время как партия гармошки играется 8-ми. И только в этом моменте происходят некие достаточно мелкие ритмические сдвиги, которые придают композиции динамику. В то время как, пока гитара гармошка у нас достаточно прямые, за грув по большей части отвечает перкуссия и бас. Бас играет партию, основанную вот на этих двух аккордах, ля и ре. И постепенно нас подводит вот этому ходу на третьем такте первого квадрата. Квадраты у нас четырехтактовые, как бы добавляя дополнительных ноток в каждом такте. И уже здесь, на четвертом такте, и гармошка, и гитара, и бас играют такое интересное заполнение. Дальше у нас начинается второй квадрат. Во втором квадрате добавляется хроматическая гармоника, которая играет на терцию выше, чем основная гармошка. Сам ход играть на терцию выше достаточно стандартный, в том же фолке часто применяется. Но есть интересный момент, что вместо ноты ля играется нота соль диез. И здесь добавляется нота из гармонического минора, придающая некую краску. Плюс этот ход, он еще сочетается с ходом из второго куплета гармошки. Но есть некие различия, о котором мы поговорим позже. Плюс нота соль диез у нас еще встречается в партии басовой гармошки. Кстати, сыграна партия на басовой гармошке и стоп. Обзор есть на канале, можете посмотреть видео по подсказке. Также стоит отметить, что второй квадрат куплета несколько отличается от первого. Например, в плане гитары у нас риф был построен на формуле 3-1. То есть три такта звучали одинаковые куски и один такт, другой кусок. Но второй квадрат построен по формуле 2-2. То есть вот эта часть, она играется дольше. Можно сказать, что гитара во втором квадрате стала более суетливой. В том плане, как часто перебираются аккорды, в плане ритмики. А гармошка в противовес становится в эти моменты более прямолинейной, более такой массивной. Вот, всего лишь две достаточно продолжительные ноты. Причем именно с этих нот начинается припев. С этих же самых нот играется он так. Но давайте послушаем, как это в записи звучит. То, что припев начинается с той же самой фразы, которой заканчивается куплет, очень хорошо склеивает их воедино. К тому же у нас, по сути, на припеве происходит модуляция, параллельный мажор. Да, это достаточно распространенная модуляция. Да, она не сильно влияет. Поэтому я и сказал, что песня мажора минорная. Припевы мажорные, куплеты минорные. Но, тем не менее, это лучше склеивает и вообще, мы в дальнейшем будем разбирать, именно подобного рода склейки, когда в одной партии есть элементы из другой партии, при этом эти партии или гармонизированы по-разному, или общаются ритмически, это делает композицию очень целостной. Также мы можем заметить, что квадрат увеличился. Квадрат припева у нас уже из 8 тактов состоит. Я это часто применяю. Это помогает более явно разделять, что вот у нас куплет такой, припев у нас другой. Приш еще какой-то. То есть можно разделять гармонией, что отличается от последовательности аккордов. Можно разделять с помощью тональности. Либо вот так вот по структуре. В куплете 2 квадрата по 4 такта, всего 8. Припев у нас тоже 8 тактов, но все это 1 квадрат. Причем, партия более разнообразная в плане аккордов. Она более суетливая. Я сейчас говорю про партию гитары. Она преимущественно нисходящая. Только в конце у нас она снова пытается забраться наверх. И как бы постепенно подбирается к ля минору, чтобы вернуться тем самым в куплет. В то время гармошка у нас, как вы уже слышали, более ровная, более массивная. Играет более длинные ноты, чем это было в куплете. Причем, партия она преимущественно стоит на месте. В то время как гитара преимущественно идет вниз. Это такой классический ход голосоведения, когда у нас один голос идет вниз, другой вверх. Третий стоит на месте, а четвертый, например, ходит вверх-вниз. Что касается ритма перкуссии. В первом такте у нас ямка. Я очень люблю такие моменты. Ямки, паузы. Мы еще с этим будем встречаться. И причем это очень хорошо разнообразит композицию. И не требует при этом чего-то особенного в плане сочинительства. То есть где-то партию прибрали, где-то вставили в паузу. Басовая гармошка у нас ведет линию вниз, повторяя за гитарой, но делает это опять-таки более массивно. При этом помимо нее основной гармошки у нас появилось еще несколько гармошек. Во-первых, это заполняющие гармошки. По классическому голосоведению одна идет вверх, а другая вниз. Они, если их включить по отдельности, не играют ничего особо интересного. Их функция заполнять. Как такие партии придумываются? Я, например, понимаю, что у меня партия звучит преимущественно второй октаве. То есть первая октава, третья октава, малая октава ничем не заполнены. И я начинаю именно в этих октавах придумывать различные мелодические ходы, которые могут быть достаточно прямолинейные. Например, последовательно идти по гамме вверх или по гамме вниз или идти через ноту или как-то еще. То есть в целом они не самостоятельны. И есть у нас также здесь партия мелодии. Дополнительной мелодии. Основная партия остается за диатонической гармошкой. Мелодия играется на хроматической гармонике. Она тоже, кстати, стоит на месте. Просится вниз. В конце вниз идет. Но такая достаточно стабильная. При этом она как бы немного отвлекает на себя внимание местами. Между припевом и куплетом у нас идет вот такой вот фрагмент однотактовый. То есть мы заканчиваем последний такт припева. И потом начинается куплет. Что это такое? Это такой хроматический ход, когда мы играем соль, соль диез и приходим наконец-таки в ля минор. То есть он помогает нам с одной стороны провести модуляцию из мажора обратно в минор. Из припева куплет соответственно. Но еще он является ружьем, которое я здесь повесил для бриджа. Бридж он будет практически целиком построен. Вот именно на этом сочетании. Причем более диссонансном, нежели чем все остальное. Возвращаемся ко второму куплету. Припев у нас заканчивается на ноте ля и с этой же ноты начинается второй куплет. Нечто подобное мы уже слышали. Там у нас была фраза из двух нот до си. Здесь одна нота ля. Опять-таки, некая склейка. Да, в этот раз проще, но зато есть разнообразие. Где-то фраза, где-то просто нота. И в дальнейшем мы увидим, что все это еще более разнообразно, чем даже сейчас представлено. Громочная партия основная. Здесь немного видоизменена. Дополняется ход, о котором я уже ранее рассказывал. Ля, соль, фа, ми. В то время, как в первом куплете во втором квадрате звучит... Там мы сыграли соль диез, соль фа, ми. Здесь мы сыграли ля, соль фа, ми. Они перекликаются, но в то же время немножко отличаются. Про это я уже рассказывал. Такие маленькие детальки. Обычно не особо заметные. Но когда мы разбираем, как правило, композиции, то натыкаясь на них становится очень интересно. И в дальнейшем это тоже можно использовать. То есть где-то сыграли одну ноту, где-то другую. Где-то сыграли ноту вот именно в дополнительной гармошке, которая звучит как бы на фоне где-то в основной. В остальном партия гумной гармошки такая же. Партия гитары аналогичная во втором куплете. По структуре второй куплет также практически идентичен первому. Но за счет опять-таки ямки, которая занимает весь первый квадрат второго куплета. Ямки в перкуссии, ямки в басу. Бас просто тянет длинную ноту ля. Мы получаем некое разнообразие. Далее у нас идет предприпев. Уже интересно то, что в начале не было предприпева. Сразу после куплета шел припев. Здесь предприпев, он же прикорус, появился и он, как и момент с бриджем, отсылает нас уже к аутро. Аутро композиции. Звучит он следующим образом. То есть мы отклонились. Мы отклонились от ля минора до мазора в ре. Причем в ре уменьшенный. Подходим к ноте си, что уже хорошо модулируется в припев. Тональность до мазор. Гармошка, основная поверх этой партии, играет ноту ре, которую мы опускаем с помощью бэнда. Опускаем в ноту до. И с ноты до начинается, собственно, припев. Партию гармошку мы опускаем, в то время как гитарная партия восходящая. Она поднимается. Опять-таки перекликание между различными голосами, голосами гитары, голосами гармошки. В общем, как по мне, это довольно-таки звучит прикольно. Слушаем теперь второй припев. Он у нас стал два раза длиннее. Теперь он состоит из двух квадратов. Причем квадраты между собой явно отличаются. Первый квадрат такой же. Единственное, у нас уже нет этого такта, где соль диез ре идет такой тритоновый ход. Несколько диссонансный. Потому что он не относился, собственно, к квадратам непосредственно припева. Следом идет сразу же второй квадрат. При этом первый он отличается только отсутствием ям. Здесь у нас, как вы видите, голоса звучат по-другому. Стоит добавить, что еще на первом припеве у нас были интервалы. Это интервал ре-си и интервал ля-ми. И вот нотой ля заканчивался припев и начинался куплет. А нота ми, она такая маленькая заготовка к второму квадрату уже второго припева. С нее он начинается звучит так. То есть, как видите, партия стала нисходящей. Так же, как и гитара. Остальные голоса в целом стали выше. Кто-то идет вверх, кто-то идет вниз. Вторая половина припева, она, ну, можно сказать, как и положено, она звучит более грандиозно. И все это предваряет нам бридж, в котором начинается какой-то хаос. Бридж на гитаре звучит таким образом. Первое, что бросается в глаза, это структура. То есть, у нас риф состоит теперь из трех квадратов, вместо того, чтобы состоять из четного количества, как до этого куплет и припев. Это также отсылает нас именно к заготовочке, к бриджу, которая тоже была нечетная, стояла всего из одного такта. Также у нас бросается в уши диссонансность. Сложно даже сказать, какая это тональность сейчас, потому что в зависимости от партии она воспринимается по-разному. Например, в басовой гармошке обыгрывается лакрийский лад. Ну, точнее, некое сочетание лакрийского лада и блюзового лада, поскольку тут у нас присутствует и пониженная. Пятая ступень, ре, да, лакрийский. Это один из натуральных ладов. Также есть вторая ступень, которая уже не характерна для лакрийского, но потом мы приходим также к первой ступени. Уже для него характерны, так же, как и для фригийского. Достаточно темной лады. При этом, если гармошка до этого звучала с гитарой либо в первую ступень, либо в третью, либо в пятую, то есть какой-то из основных. Но на аккорд соль диез звучит в гармошке нота фа, что отсылает нас уже к какой-то шестой ступени. То есть неустойчивой ступени. И в целом партия вся такая неустойчивая, хаотичная, много голосов, каждый из голосов играет что-то свое. Например, на припеве также была партия высокой гармошки, очень высокой гармошки, которая играла в первом припеве ноту ля, и добавилась нота до, получился интервал ля до, что как бы усиливало всю композицию. И вообще у нас во втором припеве интервала добавились и басу, как причем в нижней части, так и в верхней. Помимо вот тех заполняющих гармошек, которые тоже стали уже играть несколько иные ноты, более, скажем так, возвышенные. А в бридже к этому ходу добавляется еще и нота ми бемоль. И у нас звучит, по сути, уменьшенный аккорд. Мы уже слышали уменьшенный аккорд, но только в ре ладу, а это уже ля. И в дальнейшем этот ля уменьшенный будет накладываться на ре, то есть полная вакханалия. И здесь хочется немного поговорить о смыслах. То есть песня называется Empty Battle. Если представить эту песню как некое сражение, то что сопровождает сражение? Сопровождает героизм. И предыдущие партии, партии куплета, припева, они вот и несли эту толику героизма. Все такие возвышенные достаточно. Плюс фолковый мотив. Он тоже нас переносит в какое-то время героев. Может быть в средневековье, еще куда-то. Но в то же время битва это не только героизм. Это еще и хаос. Это смерть. И вот эти понятия у меня ассоциируются с диссонансами. И, собственно, и партия такая в бридже диссонансная. То есть наступил некий пик сражения, где уже от героизма мало что осталось. В чем это все одно целое? Потому что мы подводили к этой партии и используем похожие ходы. Вот, например, гармошка, которая дополнительную мелодию играет. Она здесь играет выше, но при этом играет практически то же самое. Да, партия отличается. Она более разнообразная. Куда более разнообразная. Но, тем не менее, мотив, он очень похож. Плюс эта партия, которая играла ноту ля, потом играла ноту до, потом играла уменьшенный ля. Она все еще звучит. То есть это все продолжение. Это героизм. За героизмом, за некой романтизацией сражений следует хаос, следует смерти. И поэтому empty battle. То есть все это несколько бессмысленно получается. В целом к бриджу я предлагаю относиться как именно к ладовой партии. Поэтому я и говорил, что я особо не знаю, что за тональность здесь. Потому что о тональностях мы говорили раньше. А теперь это скорее модальность. То есть что-то построено на сочетании различных ладов. Мелодия построена на сочетании ладов. Бас построен на сочетании ладов. Кстати немного о басу. Он вносит здесь дополнительные длительности. А моменты относительно спокойствия ритмического части гитары. Он вносит дополнительную ритмику. И поэтому все это звучит вот так вот. Несколько с одной стороны хаотично. Но в то же время достаточно ритмично. И этим он кстати говоря компенсирует перкуссию. Которая стала немного более прямолинейной, чем была до этого. То есть можно было вести перкуссию не прямолинейной до самого конца. Но интереснее менять задачу. То есть задача баса была преимущественно вносить некий фундамент. Массивные ноты, которыми обозначались основные аккорды. В каком-то смысле копировать гитару, поддерживать ее партию. Но задача изменилась. И теперь бас, особенно в какие-то моменты он вносит достаточно важные ритмические элементы. Играя одну-две ноты. Но при этом ритмически достаточно интересно и разнообразно. Говоря об основной гармошке, то дело не только в ноте фа, которая накладывается на аккорд соль диез. Дело в том, что эта нота расширяется. У нас уже появлялись ранее в припеве интервалы. Теперь у нас появляется целый аккорд. Ре минор на аккорд соль диез. И это тритон. То есть между этими аккордами образуется интервал тритон. Это диссонансный интервал. Вот еще один диссонанс, который здесь появляется. У нас уже есть, условно говоря, такой лакрийский лад в басу. Есть в высоких гармошках уменьшенный лад. И вот еще здесь появляется в итоге тритон. Все это максимально звучит диссонансно. Вообще я очень люблю диссонансы и часто применяю, особенно в бридже. В последующих песнях мы тоже будем наблюдать при разборе нечто подобное. Далее бридж у нас перетекает в концовку, о котором мы уже намекали. Она звучала в виде предприпева, прикоруса в уменьшенном ре. Звучит здесь тоже самое, но уже более протяжонная по длительности. При этом на эту партию накладывается партия припева основной гармошки. То есть опять происходит некая склейка, но уже в таком более интересном виде. Теперь по сути мажорная партия ложится на уменьшенный лад. При этом если припеве была нисходящая гитарная партия, здесь она восходящая. А в основной гармошке все так же стоит на месте. При этом все сочетается, но это вот выглядит как некое переосмысление того, что звучало в припеве. Добавляя как разнообразие, так и некоторые дополнительные смыслы. При этом восходящая партия не только у гитары, она в басу, она в других дополнительных гармошках заполняющих. Все они подчеркивают кульминацию. Именно это момент кульминации. И заканчивается все ходом из собственно куплета. Он же у нас встречался в припеве. Еще одна, можно сказать, склейка только на этот раз в гитаре. И потом следует аккорд ре, поверх которого накладывается достаточно диссонансный. А теперь перед тем, как перейти к разбору следующей композиции, хочется сделать небольшое объявление. Я даю уроки игры на хроматической гумной гармошке, на которую, кстати, буду сейчас сыграть в следующей песне. И это онлайн уроки, это индивидуальные занятия. Все контакты есть в описании. Я уже больше пяти лет играю на хроматической гармошке. Почти 15 лет занимаюсь музыкой. Вот, записал альбом, который мы сейчас разбираем. Призываю вас послушать этот альбом на всевозможных площадках. Ссылки есть в описании. Уроки только для взрослых. Для детей пока что такой опции нет. Прошу обратить внимание, что именно хроматическая гармошка, вот такая гармошка с кнопкой. Не диатоническая гармошка, маленькая десятидырочная, а, как правило, двенадцатидырочная хроматическая губная гармоника. Ну, теперь давайте слушать следующую композицию Million Miles Away. Алиса, включи Max Naval Million Miles Away. Включаю Max Naval, песня Million Miles Away. Давай начнем сначала Субтитры сделал DimaTorzok 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 Искаком Хотите-но звать «Киллометрштопных луж» Хотите «Million Miles Away» В принципе и то, и так далее Сочинена композиция в 2014 году Записана в 2017 По сути это первая песня на альбоме Bronze was on Drop До этого у нас была интро А это вот первая песня Что соответствует тому, что это первая песня После конца Ранее Причем здесь есть фраза, давай начнем сначала, что как бы намекает, что вон то интро, а альбом на самом деле начинается вот здесь. Ну, если говорить непосредственно о песнях. И в восьмом треке, в бонусном, тоже будет фраза, начнем сначала, что некое перекликание между последним треком на альбоме и первым треком. Спела в этой композиции Ольга Малахова, за что и огромное спасибо. Она же спела и в других композициях, аранжировку мне помогал придумывать Сергей Полуготкин. То есть, эта композиция уже менее самостоятельная, чем предыдущая, но тем не менее, она мне до сих пор нравится. Однако, так как она уже несколько несвежая, к некоторым моментам у меня появились претензии. Если в Empty Battle, я ее недавно записывал, недавно сочинил, мне все по-прежнему нравится, то здесь прошла проверка временем. Прошло пять лет с момента записи, ну и восемь лет с момента того, как я ее сочинил. Поэтому буду к неким партиям здесь придираться. Сама песня про любовь, про некое юношеское, можно сказать, отношение к любви. Любовь это светлое чувство. Композиция целиком полностью в мажоре, четыре четверти. На куплетах соль, на припевах и бриджи ля. Что, собственно, отражает очень хорошо вот эту светлую сторону музыкального альбома. Эта песня, если опять-таки говорить о смысле, навевает на нее воспоминания именно про те дни, дни юношества. Сейчас я такую песню вряд ли бы записал, поскольку сейчас другое время, сейчас другие настроения. Этот опыт, он уже пройден. И это в каком-то смысле еще и ностальгический трек. Начинается все с восьмитактового вступления. Умная гармошка играет следующую партию. Чем до партии интересно? Фразы в первой половине квадрата и во второй половине квадрата меняются местами. То есть в первой половине мы играли так. Ля-соль. Ре-ми. Первая-вторая фраза. В второй половине мы играем так. То есть эти две фразы, они поменялись местами. Составная как бы партия, при этом я играю ее, несмотря на запоминаемость. Мне кажется, она легко запоминается всего лишь один раз. И записывая я эту композицию сейчас, я бы сыграл ее, ну как минимум, еще один раз. Где-то вставил, может быть, в несколько измененном виде. Может быть, на другую гармонию, но тем не менее. Но, с другой стороны, в этом ее ценность. Она уникальна. Она звучит всего один раз во вступлении. Вступление играется в соль, далее идет на ту же самую гармонию куплет. Гармошки на ней нет. Вообще в этой композиции, как, я думаю, вы уже заметили, гораздо меньше гумных гармошек. Здесь уже нет того обилия дополнительных мелодий, того обилия заполняющих партий. А все потому, что в целом гумных гармошек было меньше, чем сейчас. Ну и меньше навыков было. И это слышно. То есть партия вступительная, она такая достаточно деревянная, можно сказать. Если бы я играл сейчас, я бы добавил чуть больше мелизмов. И, конечно же, добавил больше голосов. Ну, может быть, не здесь, но дальше это точно. В целом, партия диатоническая, как и партия куплета, например, в предыдущей композиции. Но ее уже не назовешь фолковская. Это уже что-то ближе, может быть, к романсу. Но главным вдохновителем этой песни послужила группа Linkin Park. И это слышно по речитативному моменту, который я, собственно говоря, читаю. Причем этот речитатив интересен тем, что помимо Linkin Park, то есть идет вокал, потом в прикорус речитатив и припев. Например, в песне NAMP так было. Сам текст еще интересен тем, что он не содержит ни одного слова с твердой буквой Р, потому что, как вы заметили, я не очень хорошо его выговариваю. Здесь у нас идет куплет, добавляется укулеле, присутствует шейкер. Также бас появился достаточно минималистичный, бас-гитара. Вот, собственно, речитативная партия. Она еще интересна тем, что она модулирует из соль в тональность ля. Появился такой ход хроматический, который уже ранее был, но в таком формате. То есть он был нисходящим на куплетах. Теперь он восходящий и был минорным, стал мажорным. Перекликаются партии между собой таким образом. Появляется у нас в итоге шестая ступень, которая уже мажорная. До этого она была минорная вот здесь. В какой-то момент мы останавливаемся. И таким ходом диатоническим уже приходим непосредственно в тональность ля. Достаточно стандартная модуляция. Через пятую ступень, собственно, аккорд ми мажор, мы приходим в новую тональность, в тональность ля мажор. Ведь где-то не спят до рассвета, и чьи-то секреты. В объятьях согреты, плевать на запреты, на пустые советы, на всякую чушь. В припеве появляется гармошка, но она уже играет не основную мелодию. Основная мелодия остается за вокалом. Она играет вверху нотки, которые придают характер произведению. При этом партия нисходящая у гармошки. В то время как гитара в какой-то момент начинает вот от аккорда семинор вести восходящую партию. Что опять-таки некое перекликание между различными голосами композиции. При этом партия гармошки вносит некое разнообразие. Поскольку она играет во вторую долю. В то время как партия вокала сперва играет в сильную. Затем вместе с гитарой уходит синкопу. Вот синкопа. Снова синкопа. При этом структура у припева такая же, как и у куплета. Восемь тактов. Восьмитактовый квадрат. Но здесь мы ритмически даем понять, что началась какая-то новая партия. Что вот был куплет, теперь у нас припев. Если у нас куплет звучал. То припев звучит. Я думаю, ритмически разница налицо. Заканчивается припев тоникой. И мы хроматическим ходом возвращаемся в куплет. Этот ход мы уже видели два раза. Мы видели в самом куплете. Мы видели в предприпеве. Только восходящий, нисходящий. И снова нисходящий. Но на этот раз мажорный. В непосредственно из припевов куплет. Второй куплет и прикорус точно такие же, как и первые. Отличаются только стихами. К слову, стихи именно вокала мне по-прежнему нравятся. А вот стихи речитатива мне не очень нравятся. Вот что бы я переделал. Это их. Второй припев, он в два раза длиннее. Состоит из двух квадратов. Похожий ход вы уже видели в MT Battle. Но если там ритмически все осталось примерно таким же. И в основном изменилось именно в плане наполняемости. В плане мелодии. То здесь мелодия мало поменялась. В то время как ритмически все стало более интенсивным. Это относится и к гитаре. И относится к гармошке. У которой помимо высоких нот еще появились низкие. Здесь есть некое двуголосие. Вокал также поет на октаву выше. В общем, несколько иными средствами мы добиваемся примерно того же и самого. Подводим к некой кульминации. И только если в MT Battle у нас полный хаос начинался в бридже. То здесь у нас наоборот. В бридже успокоение идет. Которое лишь постепенно нагнетается. И подводит нас к непосредственно аутро. Гармония та же самая как и в припеве. Но отличается именно в плане составления своего. Она куда более восходящая. Партия гармошки при этом достаточно минималистична. Должу сказать, что мне нравятся такие партии. И я бы сейчас ее оставил. К тому же она вносит пониженную седьмую ступень сюда. Как бы добавляет помимо диатонических нот какие-то отклонения. Которые мне кажется весьма приходится в тему. Партия гитары. Постепенно восходим. И здесь интересный момент. Хроматический ход. Опять-таки это отсылка к тому, что мы ранее имели хроматические ходы. Но и еще связана она с интересным моментом, что я не мог определиться, как мне вот этот флажелет ноту ми перейти. То ли перейти через ноту ре, то ли через радиез. И решил, почему бы не использовать и то и другое. Вот здесь голоса низкие-высокие гармошки, они куда сильнее отличаются. Причем это одна гармошка на самом деле. Но может случиться впечатление, что это две. Вокальная партия, она договаривает то, что как бы не договорила, не пропела во втором припеве. Да, у нас были километры выстопнанных луж. Теперь среди километров выстопнанных луж только дали глушь. Аутро стало немного длиннее. Вместо того, чтобы после пятой ступени аккорда ми сразу же вернуться в тонику, и на этом, собственно, все закончить, мы немножечко откладываем это действие добавлением новых аккордов. А именно, вот, и только потом тоника. То есть у нас появился аккорд Фа диез мажор и Ре мажор. Таким образом, как бы усиливается это ощущение окончания композиции, усиливается ощущение кульминации. И, в отличие от предыдущей композиции, эта композиция, она максимально мажорная, максимально гармоничная, поэтому заканчивается она в тонику. Нет никаких дополнительных призвуков, дополнительных интервалов, диссонансов. Все максимально просто. В общем-то, все эти диссонансы здесь и не нужны, поскольку композиция максимально теплая, максимально светлая, мелодичная, что отлично отображает настроение первой половины альбома. А на этом видео заканчивается. Мы поднимаем паруса. Попутного ветра. Пока.